Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Тик Милоса и я Артур Идиатурин. Отчет по рынку труда в США опубликованный в прошлой пятницу показал, что базовые метрики ухудшились меньшим темпом, чем предполагалось. Мы сейчас быстро пробежимся. Безработица выросла до 14,7%, прогноз составлял 16%, сокращение числа оплачиваемых рабочих мест составило 20,5 миллиона, прогноз составлял 22 миллиона. Казалось бы, менее, чем ожидалось, негативный отчет позволяет строить более позитивные предположения по поводу того, как будет устанавливаться рынок труда в США в мае, насколько сильным было воздействие, негативное воздействие режима самоизоляции. Это также несколько ослабляет скептицизм по поводу восстановления СВ-500, которое происходило с конца, получается, марта. Однако, разбираясь в деталях отчета, такой вывод, как мне кажется, оказывается преждевременным. Во-первых, я напомню, что у нас является определением безработного от Министерства труда в США, как они классифицируют безработного. Это человек, который лишился работы, но который находится в активном поиске. Ключевая часть формулировки, это здесь именно находящийся в активном поиске, потому что, по сути, это добавляет дополнительный такой фильтр, отсеивая, например, безработных, которые лишились работы, но по каким-то причинам демотивированы ее искать. И разумно считать, на самом деле, что когда рынок труда у нас находится в хорошей форме, то безработный, который по каким-то причинам демотивирован искать работу, то причины этого, скорее всего, экономистов особо не интересуют. Например, это могут быть проблемы со здоровьем, может быть достаток, достаточно доход для того, чтобы обеспечивать себя. Поэтому человек демотивирован, поэтому он не хочет искать работу. И, собственно, именно поэтому он не включается в безработных, так как, по сути, его причины не искать работу, они не отражают состояние рынка труда. Собственно, поэтому эта категория безработных, то есть демотивированных безработных, она не включается в расчет того широкого показателя безработицы, который обычно мы рассматриваем. Но, естественно, что при наступлении кризиса резкий рост числа именно демотивированных безработных, скорее всего, говорит о росте числа именно отчаявшихся найти работу безработных, так как, по сути, человек становится безработным и он демотивирован искать, может быть, по той причине, что он просто сдался, у него нет возможности, у него не получилось найти работу. И, то есть, когда составляется опрос, когда собираются данные, то под демотивированным безработным может подразумеваться человек, который потерял работу, который пытался ее найти, и который не получилось, поэтому он демотивирован, он перестал искать работу. По сути, во время кризиса эта категория безработных должна учитываться, но в широком показателе ее нет. И, по сути, эта категория безработных, то есть демотивированная часть, она перемещается в категорию вне рабочей силы, что показатель безработицы, который мы рассматриваем, он не учитывает. И если мы посмотрим на уровень участия рабочей силы в США, то есть, какой процент у нас от работоспособного населения считается рабочей силой, то видно, что этот показатель у нас резко рухнул до 60%, до минимума за несколько десятилетий. И это говорит о том, что часть работников, которые были заняты, которые были, которые участвовали в рабочей силе, они переместились за пределы рабочей силы, и так как именно в этой категории также учитываются демотивированные работники, то можно предположить, что это падение, оно как раз-таки отражает рост числа безработных, которые не учитываются общим показателем безработицы в 14,7%, которые мы получили. С февраля за пределы рабочей силы вышло 8,1 миллиона человек, и основываясь на анализе, который я только сейчас привел, скорее всего, в этом числе много истинных, да, можно так говорить, безработных, вот этих демотивированных работников, но которые демотивированы были как раз-таки по той причине, что они просто сдались в поиске работы. Во-вторых, также у нас выросла значимость совершенно второстепенных показателей занятости, они также приводятся в отчете ежемесячным по рынку труда, это, например, показатели занятых, но отсутствующих по какой-то причине работников. Также есть категория вынужденно-частично занятые, вот эти две категории, это фактически категории, которые могут отражать рост безработицы, они выросли у нас на 7,5 миллионов человек и 6,6 миллионов человек. По сути, Минтруда не смог включить показатель занятых, но отсутствующих по каким-то причинам на работе, не смог включить этот показатель в число безработных из-за, будем так говорить, строгости квалификации, так как резкий рост числа этого показателя, он как раз-таки пришелся на режим самоизоляции, но так как формально они заняты, их не включают, по сути, в безработицу. Но, скорее всего, они, именно резкий рост числа из этой категории, будем так говорить, рабочих, которые заняты, на самом деле он говорит о том, что произошло резкое увеличение числа безработных, но которые пока еще не отразились в именно числе безработных. Итого, что мы получаем, базовое число от Минтруда у нас 23,1 миллиона человек, это число у нас безработных, которое, если мы поделим на общую рабочую силу, это 164,5 миллиона человек, если мы поделим это значение, у нас как раз-таки будет значение в 14,7 процента, именно та безработица, тот показатель, который у нас во всех экономических календарях есть. Но если мы также будем включать сюда число занятых, но отсутствующих на работе по другим причинам, число стоило 7,5 миллионов человек, если мы также будем включать вынужденно частично занятых, что фактически, скорее всего, означает именно также прирост числа безработных. Если мы будем включать также демотивированных работников, скорее всего, которые классифицируются как выбывшие из рабочей силы, с февраля у нас это показатель, как я уже сказал, вырос на 8,1 миллиона человек, в совокупности, в общее число безработных, таким образом, получается 45,5 миллиона человек. Если мы поделим это значение на рабочую силу, на значение рабочей силы в США, то безработица у нас будет составлять 27,5 миллиона человек. Это значительно выше, чем основной показатель, о котором все говорят, 14,8% почти вдвое превышает. Также он превышает показатель U6, это показатель, который включает базовое число и выбывших из рабочей силы, то есть демотивированных работников. И, естественно, на апрельский отчет не возлагали больших надежд в плане способности двинуть рынок, на чем, собственно, можно было сделать вывод из такой прохладной равнодушной реакции рынка на изменения по заявкам на пособие по безработице, на первичном заявке на пособие по безработице. Если вы помните, происходил у нас резкий рост, еженедельный прирост по 5 миллионов, потом по 4-3 миллиона человек, однако рынок у нас фондовый упор на рост. Из этого можно было уже сделать вывод, что не произвело большого значения именно отчета по рынку труда ежемесячно, потому что, в принципе, уже учтено в ценах. Однако с выходом из режима самоизоляции ситуация может измениться. Кроме первичных заявок на пособие по безработице, на передний план сейчас также входят длящиеся заявки, то есть повторные заявки на пособие по безработице. То есть люди, которые получили первичные заявки, которые продолжили получать у нас пособие по безработице, вновь подали на то, чтобы продолжать получать пособие по безработице, если у нас этот показатель будет достаточно четко характеризовать то, как будет восстанавливаться занятость в тот момент, когда экономика будет выходить из режима самоизоляции. Внимательно нужно будет отнестись к негативным сюрпризам, к повторным заявкам на пособие по безработице, так как если этот показатель не будет падать, это будет говорить о том, что люди не возвращаются на работу, это будет говорить о перманентно утраченных рабочих местах, то есть долговременных негативных эффектах локдауна на экономику США. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в своем среде.